Сегодня весь день судебного разбирательства был посвящен продолжению допроса так называемого секретного свидетеля. То есть свидетеля, данных которых мы не знаем, и он был допрошен под псевдонимом. Так же, как и вчера, мы его допрашивали в условиях, исключающих визуальный контакт. То есть что это за человек, как он выглядит, вообще существует ли он физически, но стороне защиты неизвестно. В ходе допроса данный свидетель пытался демонстрировать очень большой объем знаний в тех или иных сферах, которые вроде бы как относятся к предмету доказывания по делу. Но при этом становилось очевидно, что на все, скажем так, уточняющие вопросы, после всех уточняющих вопросов становилось очевидно, что эти так называемые знания, они носят более чем поверхностный характер. Защита неоднократно пыталась выяснить, а откуда же рядовому человеку известны такие факты из абсолютно разных областей. На все вопросы мы получали, на мой взгляд, абсолютно невнятный ответ, что это ему стало известно, исходя из сферы его деятельности. И вот если здравый человек, скажем так, проанализирует вот те области, те сферы, о которых задавались вопросы, ну, серьезно говорить сложно, всплывают какие-то фантастические профессии. Гадалка с шаром, представитель небесной канцелярии, помощник Сири. Ну, поскольку обычный человек, вот в рамках своей трудовой деятельности, там, или служебной деятельности, обладать вот знаниями из тольких областей, он, ну, банально не может. Вот. Ну, на самом деле, все это абсолютно не смешно. Вот. Защита задавала очень много вопросов, как раз направленных на то, чтобы понять, откуда человек знает ту или иную информацию. Уголовно-процессуальный кодекс в этом плане недусмысленно говорит, что показания свидетеля являются недопустимыми, если человек не может рассказать об источнике своей осведомленности. И в этой части отсутствуют какие-либо исключения, там, для секретного свидетеля, полусекретного свидетеля. То есть, любой свидетель, который допрашивается в суде и показания которого собираются в дальнейшем использовать, должен дать внятное пояснение, откуда он знает те или иные факты. Так вот, все эти вопросы, они самым категоричным и самым решительным образом, стороной обвинения и судом снимались. Вот. В какой-то момент у меня сложилось даже впечатление, что происходит, непобильное слово, такая коллективная опека свидетеля, дабы он не сказал чего лишнего. Вот. Однако, даже с учетом вот всех тех обстоятельств, с защитой было заявлено очень большое количество возражений на действия судей, смысл которой как раз и сводился к тому, что защите мешали выяснить эти обстоятельства. Но даже с учетом этого, я могу сказать, что допрос прошел неплохо, и каких-либо фактов, подтверждающих позицию обвинения, которые могли бы быть положены в основу обвинения, то есть, о происхождении которых свидетель дал бы внятное выяснение, сообщено не было. Вот, если двух словах не было. А с чем были связаны противоречия в показаниях свидетеля, на ваш взгляд? Вопрос сложный, вопрос сложный, наверное, я могу только догадываться. Скажем так, лично я абсолютно не верю в достоверность этих показаний. И исходя из этого, объяснение, почему же человек путался в этих показаниях, оно весьма очевидное. Спасибо. Спасибо.